С трудностями. Ну что, дорогие леди и джентльмены, поехали! Это первая карта противостояния НИП против НАТО с Винцерой карты Денюк. И тут действительно НАВИ будут начинать в атаке. НИПы демонстрируют свои защитные редуты. И мы видим, что у Фореста есть Дефуза, есть ХАЕшка. И в целом-то четыре армора от шведов. Ну и пока что дефолтные позиции. Нет пока агрессии от желто-черных. Гитрайт находится у нас при стройке. Улицу не чекает. НАВИ халдят, стоят на радио. Ждут пока, возможно, кто-то из команды НИП пойдет в легкий пуш. Но пушить, наверное, никто не пойдет. Майкер играет на рампах, чекает радио. И, возможно, именно сюда выйдет команда НАВИ. Будет работа у Майкеля? Да, действительно. Нет, ну там, скажем так, не то чтобы быстрой поддержки. Там кто-то из ХЛП в любом случае должен подходить. Возможно, это будет как раз-таки Форест, у которого ХАЕшка. И только Майкель залетит по нему информация. Тут же ХАЕшка под ноги в флейме. Проседает вместе с Симплом. Эдвард тоже 66 хп. Пока что без летального дэмэджа. Это самое главное. Фореста там умыли. Просто хэдшот попал у нас один из игроков НАВИ. И 8 хп у Патрика Линдберга. Да, но при этом НАВИ тоже потеряли хп. У нас у флейме 50 у Симпла, 50 у Эдварда. То есть, по сути, дэмэджа НИП больше нанесли по всей команде. Литрайт. Хэдшот моментально Гардио на выход на Аплент. НАВИ ничего сделать не могут. Умер один лишь Форест. Симпл спустился все-таки с бомбы в вентиляцию. Выходит он на нижний плент. У него есть декой, откидывает декой на бомбу. И все-таки ставят. Не стал он никого там обманывать, фейковать. И, кстати, НИП ему дают уйти. Симпл уходит в вентиляцию и делает дабл. Вот это да. Три человека у команды НИП только что были в этом вентиле. Как же Фрайберг сейчас действительно спасает свою команду. Если бы и третий залетел, то это был бы просто хайлайт. Ну, этого игрового дня так точно. Но все-таки не залетает. У Саши Костылева и так постарался, и так бомбу поставил. Так что на третий раунд у команды Нави у нас будет неплохой бай. Но в любом случае Симпл минус 4. Вот никто не поддержал. Это, конечно же, не самая лучшая история рассказанная. Рожденными побеждают на пистолетке. Но в любом случае нужно дальше идти. И мы видим, что они закупаются. Даже не ЭКО. АК-47 у Костылева. И 4 недефолтных пистолета. Да. На самом деле, знаешь, что бы это было? Это была бы новая метка. Очень Симпла. Где-то вентиляции. Ну, или хотя бы спрей. Компания Valve могла бы такой придумать, чтобы люди сами отмечали заслугу этого игрока. Потому что действительно трипл килл вентиляции. Такого я бы еще не видел никогда. Итак. У команды НИП хорошие байы. У команды Нави 4. Симпл взял АК-47. Вторые арморы у всех остальных. Ну, и НИП пока АК не спалили. Потому что он играет на скале и не стрелялся с оппонентами. Ну, пошла раскидка у нас по улице от команды Натус Инцеры. Да, действительно, Симпл пока что пытается выцепить кого-то в ангаре. Там у нас находится Гетрич. У него будет поддержка от Адама Фрайберга. И хорошая хаешка залетает под Кристофера 40 кп. Сразу же появляется у него на табло. Но вот отпускает пока что Нави своего оппонента и проходит на секрет. Ну, они делают все, как книжка пишет. По тактике действуют. Фрайберга спускается в туннели. Минус Фриберг. Выход на Б-Плэнд. Есть у них Смоки. Майки Лелли здесь играет с УМПшкой. Пытается кого-то убить. Начинает нашивать. Не попадает. Вся команда НИП спускается к нему на вилку. Форест старается реализовать свою М-очку. Но уже не видит своих оппонентов. Все в Смоках. А остальные игроки команды Навио грамотно спрятались. Но Кзис находит Симпла. А Эдварда ловят на свече. Симпл с Сака погибает. У Сизда, правда, есть темочка тоже. Гардиан старается поесть хэдшота. Играет длинным. Ловит немножко дэмэджа. 80 хп. Закрывает двери. Флейми в тупиках. Гардиан ловит все-таки Фореста. Погибает нас Гзис. Ситуация 2 на 2. Гардиан старается. Бомбу нужно дефузить. Флейми заходит в спину. И все-таки Навио дает тот раунд. Как же близки были рожденные побеждать. Чтобы взять невероятно важный раунд для себя. Но все-таки хорошая работа от Майкелеля вместе с Гетричем. Которые на двоих разложили троих игроков команды НАТО. Свинцеры. Очень крутой отыгрыш после установки бомбы. Ну и НИПы, конечно же, немного сейчас просели по экономике. Много девайсов потеряли. Но главное, что вышли против этих пистолетов и одного калаша. Ну и что? Отбивают пятерики. Вот он больной Гетрайт. С каждым днем все лучше и лучше. Себя уже чувствует. Все-таки хочет победить. Кстати, смешная шутка была. Шутка-минутка у нас от Паши Бицепса. Гзис написал в Твиттере, что сейчас будет играть с командой Нави. И если проиграют, тогда мы едем домой. Паша ему пишет, разве Бразилия ваш дом? Намекая на то, что после эпицентра сразу будет у нас ESL Pro League. Которые НИПы тоже заявлены. И, конечно же, после эпицентра, если НИПы проиграют или выиграют, они полетят именно на ESL в Бразилию. У них тут, видишь, только начало турне с Москвы начинается. Ну и тем временем турне от команды Нави через улицу. Уже на линейке один из игроков атаки. Также через красный контейнер действует поддержка у нас. И бомба тоже перетягивается на улицу. И тут интересно, какой раунд нам будут демонстрировать рожденные побеждать. Возможно, это будет даже зажатие Аплента. Или все-таки проход через секретку. Стоит отметить, что НИПы действует тут очень глубоко. То есть только один игрок у нас на пристройке. Это, конечно же, Гитрайт, который замечает тень соперника. И нужно сейчас убивать. И нет, не получается. Гардиан обставил соперника, но тут же Форест отвечает. И пока что размер равный. Форест неплохо отыгрывает в окошке. Забирает Эдварда минус Флейми. Ситуация 3 на 3. Майкель Лиле действует на халпе. Бросил полностью рампы. Выходит на улицу. Замечает Гардиана. Пытается его перестрелять. Но не получилось. А вот Симпл уверенно зашел в окошке и забрал Майкель Лиле в ответ. Экзист вместе с Фрайбергом остается. Просев Сизда, Гардиана и Симпл. А тут действительно нужно поспешить. Потому что на таймере 25 секунд. И Фрайберг тут же перетягивается на секретку. И в принципе он должен слышать передвижение соперника на пристройке. Экзист прочекал. Зачем-то у нас вентиль. Это ошибка. Тут же Симпл его отстреливает. И Адам остается в ситуации 1 на 3. Бомба будет поставлена незамедлительно. Неплохо сыгран от команды Нави. С плохим боем они сумели взять раунд. Рисковали, но риск явно оправдал. Ошибка явно техническая. У Гитрайта была только что. В пристройке он видел тень. В таких случаях нужно делать контр-выпад. Потому что игра CSGO по сути это как раз таки игра инициативы. Здесь человек, который выходит первым. Он чаще делает киллы. Особенно если он знает куда стрелять. Конечно же стоять ему не стоило. Он мог выйти и забрать там двоих игроков. У выходящего игрока всегда преимущество. Действительно. И стоит отметить, что экономика шведов поставлена на колени. Они закупаются под ноль. Там Носфорест со скаутом. Действуют через ангар. Замечают соперника. Но пока что не попадает. Проседает до 40 хп. Ну и соответственно пока что раунд не самым лучшим образом. Начинается для NIP. Но они играют в защите. Здесь на Нюке пистолеты в любом случае могут брать раунды. Даже против калашей. Не важно вообще в принципе что у ваших врагов в руках. Но у нас там напрягается Майкель или который находится один одинешник на рампе. Ну и если убивают Майкеля. А то у НИПов могут быть серьезные проблемы. Но при этом у него Desert Eagle. И вроде как пистолет довольно удобный. Чтобы ходить туда-сюда из-за ящика. И пытаться повесить хедшот. Тем более Майкель Эля игрок в этом плане очень хорош. Со стрельбой у него все в порядке. Симпл. Нашивает двери. Разбивает себе маленькое окошко. Ну и попытается возможно в него кого-то вычислить. У команды НИП два, а то и три человека находятся как раз таки на верхнем плейнте. Флейми тем временем на шифте заходит на лево-лево. И Майкель Эля все-таки своего забрал. Но это в принципе неплохо для команды НИП. Всего лишь один килл сделал игрок команды НИП. А денег было потрачено очень много. Ну и выход на нижний этаж. Словак пропускает противника на красный вентиль. Это Фрайберг. Нужно выпад делать у нас на точку. А получается. И забирает только нового Фрайберга. К Зист вместе с Гетричем тут же отвечает. Это проблема для команды НАТО Свинцера. Зист вместе с Эдвардом остается против Гзиста Фореста Гетрича. И бомбу уже нужно куда-то выносить. У нас с пакетом находится Зист под девяткой. Эдвард. Какой просто прыжок у нас на соперника. Но пока что без летального дэмэджа. Это главное. Но у него 35 кп остается. Это проблема. Сист просто забирает спину. У нас Гзиста, который был не готов. Но выпад от Фореста через пристройку. И погибает у нас бомба. И это уже плохие новости для Эдварда. Который оставался в ситуации один на двоих. Но Форест говорит о том, что услуги Гетрича совсем уж не понадобятся этому динозавру. И соответственно съедает своего последнего оппонента. 3-1. И какой сейчас раунд НАВИ проигрывает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой же раунд они действительно отдают. Они отдают раунд просто пистолетом. 4 пистолета было против хорошей закупки от команды НАВИ. Да, обидно. Но ничего. НАВИ должно быть готовы к этому. На самом деле я рассуждал перед трансляцией. Нужно очень хладнокровно и со здоровым смыслом подойти к карте Денюк. То есть абсолютно не расстраиваться. И первой основной причиной для команды НАВИ на Нюке является то, что они должны брать просто раунд. Бороться за каждый раунд. То есть им вообще не нужно думать о победе на Нюке. А просто играть свои раунды. Полностью с собой согласен, коллега. Ну что ж, заметь еще, что была грубая ошибка по выбору местоположения установки бомбы. То есть у тебя ассист находится на девятке, грубо говоря. Он оттуда выходит, а ты устанавливаешь на пристройку. И понятно, что оттуда будет какая-то агрессия. Вот игрока команды NIP. Так что здесь, конечно же, Ваня Эдвард сыграл не самым лучшим образом. Но мы с вами переносимся на пятый раунд. И это проход команды Nathus Fincer через улицу. Смоки уже на местах. Там один на пристройку, второй на проход на секретку. Форест пытается аимить. И залетает хедшот по Симплу. Это уже проблема. И уже только три игрока команды. Na'Vi, Эдвард, Гардиан и Флэйми против всего состава NIP. Xist действует у нас на девятке. Чекает улицу. Na'Vi в меньшинстве. Но вот сейчас, на самом деле, этот бай полностью не оправдан. Потому что у NIP'ов после взятого эка с экономикой все в порядке. И, конечно же, у них вторые первые арморы, калаши и эмки. При этом Гардиан удалось забрать Гитрайта, который до того забрал Ивана Сухарева. Ванька погиб, но 2 в 4. Флэйми, Гардиан. Флэйми, кстати, пока не подобрал девайс. Играет стэком. Вот теперь у него калаш в руках. Теперь можно побороться. Флэйми чекает дерево. Точнее, дверь, прошу прощения. Ну и погибает. Xist делает свой минус. Гардиан остается один против четверых. И, наверное, будет стэвить калаш. Почему бай не оправдан? Потому что в позапрошлом раунде, помните, который Na'Vi взяли? Они отталкивались от того, что у NIP'ов выживал там 1-2 человека. И, соответственно, начинается вот эта каша по деньгам. А тут NIP'ы взяли наоборот. Эка отобрали девайсы у Na'Vi. Ну и, конечно же, у них в плане бая все неплохо. Поэтому, ну, тут я поощряю, да, как аналитик CSGO бай, когда ты хочешь переломить экономику. Но бай, чтобы чисто взять раунд, не знаю. Да, но экономика была переломлена, но потом все-таки NIP'ы смогли вернуться на гребень экономической ситуации для себя. Сейчас шестой раунд. У нас Гардиан с АК-47-4. Пистолеты от остальных. Армор также от Симпла. И действия у нас будут через колу. Да, у нас уже устремляется Словак. Будет, конечно же, пытаться выйти на стрельбу. Но вот NIP'ы все это дело читают. Они в закрытых позициях. Ну, при этом у нас, кстати, первая эко, по сути, с одним девайсом. Гардиан засейвил калаш. Я напоминаю, все остальные просто купили пистолеты без арморов. Поэтому, конечно же, нацелены Na'Vi на следующий раунд. В этом раунде постараются взять бомбу, поставить, ну и, конечно же, кого-то отстрелить. Было бы неплохо. Играют ребята на улице. Делают все довольно аккуратно. Форрес откидывает флешечку. Под флешку Гетрич не играет. Не стал рисковать. Слышит над собой оппонентов. Оп, увидел тень. Снова. Тут же на пристройке, конечно, с этой тенью можно очень много работы делать. Тут видно и сверху, когда проходят оппоненты. Возле пристройки все видно. Поэтому позиция выгодная. Но и террористы знают регулярно, что в пристройке, скорее всего, стоит соперник. Na'Vi, отошли. Да, пока что собираются силами для того, чтобы куда-то выйти. Возможно, это будет лево. Эдвард, во всяком случае, находится на радио вместе с своими тиммейтами. Бомба проходит туда же. Уже палится Майкелелия. Но вот Форреста могут не прочекать. Это может быть просто летально для команды Na'Vi. Тут же Максимерка появляется на руках. Майкелелия вместе с Форрестом по хэдшоту. Тут также Форрест уже минус 3 в этом раунде. Минус 4 квадра. Килл от Патрика Линберга. Ну и, соответственно, вся команда Na'Vi погибает без размена. 5-1. Круто. Круто играет пока что НИП. Они подняли серьезно свои деньги. В любом случае будут покупать оружие в следующем раунде, если Na'Vi возьмут этот. Ну и Na'Vi взяли АК-47. Есть ли АВП у Словака? У Гардена, кстати, неплохо получалось против команды Дигнитас действовать на улице. Он постоянно делал какие-то киллы. Но в этот раз у них 5 АК-47, 2 арморы. И, кстати, нет раскидки. Раскидка есть только у Сизда и Эдварда. Да, я уже говорил не раз о том, что действительно на таких картах двух уровней, как Nuke, тот же Оверпасс, раскидки очень важны для того, чтобы выйти на один из плентонов. Разбиваются пока что стекла. Фрайберг говорит об этом своей команде, что, возможно, будут у нас смоки на точке А. Но пока не ясно. Есть еще время. Эдвард на скале. Под ним действует Гардиан. Да и в целом-то вариативности довольно-таки мало. Действует в основном через улицу. Это правильно. Но вот ключевые минусы не делаются. И это уже, конечно же, проблема. Ну, через улицу у нас действительно ходит абсолютное большинство всех команд, которые играют в Denuke. Потому что улица стала пошире. Улицу можно неплохо закидать смоками и сделать себе коридор в гараж. Но оттуда уже через длины разыгрывать и выходить. Там на А-плент, на Б-плент и так далее. Тут претензий, конечно, никаких. Но, действительно, первые киллы нужно как-то делать. Но как же ты их сделаешь, если не поиграет очень тоже саевого? Гетрайт просто за ящиком находится сейчас на улице, чекает верхний этаж. И стреляться он вряд ли будет с соперниками. Нави контролят. Гардиан на шифте выходит. Ну и будет сейчас перестрелка все-таки. Попадает по Гардиану. Есть уже позиция одного из соперников. Известно, вернее, это Гетрайт, который находится за контейнером. Майкель Элли делает минус налево. Это Симпл, который погибает от рук Майкеля Билла. И главное, что размена нет. И Майкл тут же уходит вглубь Б-плента. Гетрайт уже отстрелит Гардиана, который был не готов к этой перестрелке. Эдвард только одного. Кристофера Алисунда забирает Майкель Элли, подключается Форест Майкель Элли. И эти парни сейчас просто без шансов перестреливают своих соперников. Ты знаешь, NIP пока что действительно играет в очень такой, по-хорошему, грязный контрстрайк. Почему грязный? Потому что против них слишком сложно. Возможно, стоит побыстрее как-то. Грязные шведы. Да. Ну, пока что действительно заряжен у нас NIP больше. Но в любом случае, это пока что контртеррористы. В любом случае, мы знаем, что перевес просто чудовищный. В сторону как раз-таки контрол у нас на нюке. Ну, не стоит загадывать. Но Na'Vi нужно задуматься над тем, чтобы взять побольше раундов. Это, кстати, попытка, вернее, быстрого выхода у нас через лево. Да, действительно, на флеймы вышел. Но дальше только огонь, и через него никто не пошел. У нас не факир. Оказывается, тоже Сист. И он отлетает от Фрайберга. Гардиан на нуле. Ну и в целом-то вот размена нет. Это самое главное. Но Эдвард уже бегает просто по Б. Эдвард с Флейми, кстати, всего по одному фрагу пока что имеют статистики. Симпл ловит Фрайберга вентиляции. Бомба стоит. Ситуация 3-4. Саша подобрал АК. Идет дальше на тупики. Бомба пищит. Команде NIP нужно задуматься о выбивании. Симпл ловит Гитрайта. Отлично. Это 2-3. Ошибаются шведы. Возможно, Na'Vi возьмут этот раунд. Майки закрывает у нас двери. Получает смог на бомбу. Начинает контролировать тупики. Эдвард старается его расконтролить. Форест ловит Гардиана. Майки врывается на Эдварда. И все получилось. Отлично. Кстати, нужно было просто сесть и, наверное, дефузить бомбу. Режут, резут, промахиваются. Господи. Все-таки зарезали. Бомба взорвалась. А там на таймере была буквально секунда. Господи, боже мой. Пол секунды, наверное, было. Вот это даун. Отличная работа от команды Na'Vi. Такие вещи могут поднять ребятам хорошенечко настроение. У нас снизу видно прекрасно команды. Непам, наоборот, пустить настроение. А вот Na'Vi могут и поднять. Но пока никаких эмоций на лицах у этих коллективов я не вижу. Ребята хладнокровно играют друг против друга. Ну да, работа еще не сделана, во-первых. И, во-вторых, опять же-таки Na'Vi сейчас могут вернуться, если выиграют этот раунд. Ранее играет от Гардиана на скрипе. Чекает он пристройку, подгорает немножко. Здесь 3 хп у него остается, но в любом случае на него никто не выходит. Какая хаешка неплохая. Там 7 хп остается у Гардиана. Флэйми убивает к зиста. Фрайберга нужно просто сбудки этой снимать. И не получается. Флорест все-таки убивает одного, второго. Но все-таки вот падает от капитана Сизда, который вовремя выходит. И здесь порядок наводит в этом хаосе. Ну и в целом ситуация 3-2, но очень красный Гардиан. Бомба поставлена. Да, майки пытается принимать. Тем временем Гитрайт стреляется. Моментально погибает Сизд, делает свой минус. И майки уходят. Отличная работа от команды над Свинсера, которые довольно быстро вышли у нас на точку. И абсолютно всех отстрелили. Браво, ребята. Майки Рейли хорош, 1-3. Да, насколько там действительно гранат у нас съел Гардиан, при этом выходе на точку А. На Флэйме молодец. От него опен фраг, потом Сизд подключился. И пресек Фореста, который был близок к тому, чтобы оформить трипл килл при выходе своих соперников на А. И это действительно ключевые фраги, которые были сделаны в этом девятом раунде. А мы переносимся с вами, дорогие друзья, на десятый. И Нави на самом деле потихонечку уже возвращаемся. Смотрим мы на деньги шведов. Уже все довольно-таки печально. Там только Форест может купить. Возможно, проспонсировать какие-то пистолеты. Но я думаю, что будет все-таки вот Эко под девайс от Майки Лелли. Нет, это АВП от Фореста, еще один кольт от Фрайберга, ЦЗшка Гетрич и Экзист с Зиглом. Ну что, такой вот интересный форс от команды НИП. И они постараются взять. Нави неплохо все умели переломить все-таки шведов. И вот как раз-таки этот ранд может стать хорошей жирной точкой. Могут взять четвертый, пятый, и все пойдет, поедет. И действительно можно даже задуматься о победе на карте Денюк. Флейми действует у нас аккуратно на пятаке, на шифте. Знает, что где-то слева находится Майки Лелли. Ну и вопрос, убьет ли Флейми Майки, или все произойдет наоборот. Ну, Майкель, видишь, даже не подоживает. Возможно, что Флейми действительно в этой позиции. И тут может быть сюрприз для игрока, который находится на рампе. И пока что Гардиан тоже, в принципе, готов выйти с АВП. Так что Майкель, на самом деле, играет сейчас с огнем. Откидывает только флешку. Ни в коем случае нельзя выходить за ящиком. Флейми абсолютно слепущий, но хладнокровно сидит. Главное, что там не палится. Пока что делает выпад. Майкель тут же нужно уходить, потому что много игроков будут на него здесь покушаться. Ну и, соответственно, пока что без фрага 57 секунд до конца раунда. Но он сделал все грамотно. Он не погиб, это главное. Он спустил... Это четко. Многие игроки этого не понимают и воюют до конца. В итоге погибают. Делают вроде как один килл, но один килл здесь не вариант. И здесь, если на рампах убивать, то минимум два человека должно падать. Флейми чекает углы. Выходят ребята из нави на вилку. 35 секунд до конца. И вроде как Б-плент они начинают атаковать. Майкель Эля забирает Флейми. Дает инфу, живет до конца. И где халпа? А халпы нет. Халпы нет, но нужно было держаться. Там, возможно, отмораживаться подольше. Но Фрайберг уже с короткого готовы делать минус. Но, опять же-таки, палец открывается у нас дверь. И Симпл перестреливает Адама. Отличный хедшот от Саши Костылева. И имеется у нас время для того, чтобы поставить бомбу. Близь дистанции абсолютно никого нет у нас из команды NAP. Только к Зис, который перестреливает Симпла. И Сис тут же исправляет вот эту ситуацию. У нас также подключается к голове Фореста. Тут же ее просто отстреливает без шансов. Гетрич на размене. Но, опять же-таки, этого недостаточно. Есть диффузы, но, опять же, там хорошие позиции у Эдварда и Гаргена. Гетрайт через длинный. Пытается нашивать текстуры. Там у нас в коротком никого нету. Точнее, в новой комнате секретной Метрайт. Выходит на вилку. Идет дальше. Пытается распрыгиваться. Ну и Гардиан просто выходит на шифте и моментально забирает соперника. Еще один раунд для рожденных побеждать. И о таком, наверное, уже никто не мог задуматься. Наверное, на карте Денюк показывают приемлемую атаку. Вот тебе и раунд. С пистолетами, быстрым выходом, десантирование в вентиле, постановка бомбы на Б-планте. И, соответственно, потом уже НИПы, которые просто потерялись. И, соответственно, ничего не смогли сделать. Переворот. В этом матче уже, на самом деле, неплохая ситуация. И сейчас может быть пятое очко для команды НАТО Свинцера, потому что эко у НИПов. Только пистолеты, нет раскидок. И, соответственно, арморов. И это, конечно же, ну, скажем так, устрашающе для шведов. То есть они сейчас должны понимать, что нужно, возможно, даже укрепиться на каком-то из пынтов и попытаться взять количеством. Ну, количеством не знаю. Лучше качеством, конечно, брать. И качество пока довольно неплохое демонстрирует нам рожденные побеждать. У Флейми узишка. Флейми реализовал ее. Моментально забрал Фореста. Стреляет дальше. НИПы решили поджать будку плюс рампы. Но Флейми здесь прикрывает все хорошо. Ну, видишь, вот ни количества, ни качества не получилось. Потому что ноль поджимался. Там действительно подфамил у нас Егор Васильев. Ну, и тут же отошел просто даже к себе на респаун для того, чтобы просмотреть возможный выпад от противника на крышу. И, в принципе, он сейчас читает как открытую книгу своих оппонентов. Также Майкер Элли попадает к нему на прицел. Эдвард убивает Геттерча. Ну, и последний Фрайберг, который до сих пор там потерялся где-то в секретке, но попытается выйти на Гардена. А тот его просто контролит. Простреливает уже. Думал, что убил на Фрайберга. Какой выпад. И хэдшот, соответственно, летит по Словаку. Неприятно, но, опять же-таки, у нас сразу же СИЗ вступается за павшего тиммейта. АВП будет засейвлено для Словака. Хорошая работа, в любом случае, от Нави. Они улучшают свою экономику и улучшают довольно сильно. Теперь могут даже проигрывать раунд, но, конечно, лучше не проигрывать. Лучше брать один-торой до конца. Флейм снова драконец. Но пытается себя как-то расслабить. На самом деле, игра Егора Васильева в последнее время страдает. Может быть, действительно, это связано отчасти с нервами. И как раз для успокоения можно пускать дракона пару раз за игру. Ну, если это помогает. Посмотрим. Риберг принимает двери. Нави выходит именно сюда. Ууу, Зист подключается. Забирает Эдварда. Гардиан тут же отвечает. Гетрич вырывается через Смог. Просто делает два минуса. Зист тоже подключается минус Флейми. И только сейчас отвечает Зист. Остается у нас у капитана команды Нави. 13 хп. И это слишком мало. Опять же-таки, не самая лучшая позиция. Форест заключительный минус в этом 12-ом раунде. Все-таки понемногу возвращается. Это 7-5. Ну и будет еще один бай у нас у команды Натус Винсера. Потому что Эдвард просто богач. Я не знаю, там 11к у него было. Сейчас, конечно же, полетят дропы. Но в любом случае, если Нави проигрывает этот раунд, то будут небольшие экономические проблемы. Ну что. АВП есть у Майки. АВП у Гардиана. Хороший бай у Нави. Нави за счет серии раундов сумели зацепиться. Но на карте Денюк все это можно быстро растерять. За КТ. Конечно же, здесь играть удобнее. И НИПы это знают. НИПы сейчас пытаются выйти на счет 10-5 в их пользу. И вроде как это будет... Ну, кстати, с одной стороны, приемлемо для НИПов. И абсолютно неплохо для Нави. Ну да, оба счета действительно рабочие. Я согласен с тобой на 100%. И посмотрим пока что медленный розыгрыш дефолта от команды Нави. И все довольно-таки, ну скажем так, однобоко. То есть действия через улицу, глубокие позиции под нулем. Ну и, соответственно, ожидание какой-то авантюры от НИПов. Но мы видим, что от них авантюра была только в одном раунде, когда у них были пистолеты. Они там ворвались на ноль на МАК-10 от Flame, если не ошибаюсь. Ну и пошла раскидка. Стена смоков и, возможно, проход на секретку. Все ли смоки попали туда, куда нужно? Это уже вопрос. Ну и, кстати, хороший коктейль Молотова сейчас откинули Нави. Гардин, правда, его пропрыгнул. Начинает чекать улицу, замечает в окне оппонента. Гитрайт попадает в хедшот. И Гардин погиб. Форест при этом в тупиках. Играет на шифте. Понимает, что к нему, скорее всего, спускается Нави, которые неплохо коридор себе сделали с смоками. Ну а Симпл ловит к зиста. Симпл действует на будке. Возможно, сам сейчас пойдет на точку А. Но нет, не стал этого делать. Просто накидывает банки на радио. И нет, кстати, возвращается. Возвращается в будку. Именно Плент А будет атаковать, судя по всему, рожденный побеждать. У Фриберга, мне кажется, преимущество. Он на будке должен пристройку забирать быстро. Ну, как минимум одного. Да, хороший хатшот по Эдварду. Залетает. Найс. Фрайберг. Форест тут же выходит на точку Б. 17 секунд до конца этого раунда. Нужно поспешить. Нави. Тут чуть ли Сист не убивает своего тиммейта, который выпрыгивал. Это, конечно же, Саша Костелев. Но тут же остается Флеймин. Но Гетстрич вместе с Майкей Лелли. Минус 2. Сист сразу же отвечает на Форесте, который ошибается. Бомба устанавливается. 1 на 2 ситуация. И капитан здесь должен тащить. Бомба снизу. Сист чекает вентиляцию. Там у нас уже игрок команды НИП. Один игрок действует через вилку. Сист не уходит. Не играет с его. Он хотел бы сейчас сделать быстрый один какой-то килл. И тогда разыграть ситуацию 1 на 1. В целом это неплохо. Сист выходит на майки. Открывает двери. И уходит длинный. Это отличная работа. Но при этом есть смок у Гетрайда. Который просто нажимает бомбу. Кстати, сел дефузить по центру. Его можно нашить. Тим начинает нашивать. Нееет. Про. Не фейкуют. Господи, боже мой. Но как же так? Кищей. Погиб у нас Денис Костин. Еще и остался без АК. 47. Такая досада на самом деле. Как хорошо отыгрывал в ситуации 1 на 2. Хорошо ушел в дверь. Но потом все-таки вот Гетрайд приходит. Говорит. Ну, смок у меня есть. Я его, конечно же, кину. Я бомбу раздефужу. Не, ну тут CS GO, друзья. Тут, когда есть смок, такая ситуация. Ее отдавать очень тяжело. Потому что, по сути, Сист ничего не видит. Думает, так. Он мог кинуть смок. Мог меня смотреть. А мог раздефузить. А где он дефузит? При этом 5 секунд. На самом деле, кто считает, что легко взять такой раунд. Это очень нелегко. Потому что вариантов крайне много. Хорост забирает флейми. 2-2. Спрей от Гетрича довольно-таки неплохой. Он ликвидировал угрозу от Гардиана на Симпл. Тут же отвечает. И в целом-то, размин неплохой для Нави. Потому что они играют в атаки. И нужно сейчас немного, возможно, повременить. Вот с каким-то выходом на один из плентов. Потому что, в любом случае, Нипы там будут отсиживаться. Попытаются, возможно, где-то поджать. И Майкелели. Ну, как же так. Хороший выпад от Майкеля. Сразу же минус Ваня Сухарев. Ну и, соответственно, Сист вместе с Симплом будут пытаться потащить этот важнейший раунд. Сист и Симпл вдвоем против троих. Симпл на плюсе. На шифте. Идет. Чекает под девяткой. Там никого у нас нет. Ребята из команды Нип играют довольно аккуратно. Просто отталкиваются от своих позиций, отталкиваются от плентов. Ну и, мне кажется, нужно действовать. Потому что ровным счетом через 20-30 секунд ничего не поменяется. Они будут все так же сидеть на точке А и на точке Б. Сист аккуратно проходит через тупики и пытается кого-то найти. Ну это такой вот, что ли, фейк от Симпла под девяткой. Сист тем временем на секретке проходит, ну опять же таки, на позицию Фрайберга, который все это время на вентилях. Но это просто фирменная позиция Фрайберга. Вот в начале КСГО он оттуда всегда убивал и делал свой минус. И Симпл последний. Есть бомба на руках. 20 секунд до конца. Нужно поспешить. Тут уже палятся на рампах. Он и в любом случае уже должна быть инфа. У Майкелеля и компании Фрайберг до сих пор находится на вентилях, которые будут подожжены своим соперником. И выпад от Фрайберга просто царский. На самом деле не ожидал это действие Саша Костелевна. И, соответственно, отлетел без шансов. 9-5. Хорошо играет Нип. Сумели все-таки они понять стиль. Команды Na'Vi и во второй половине первой стороны выровняли. Выровняли, но пяти раундов команде Na'Vi может хватить. Конечно же, при условии взятия пистолетки. Если Нип все-таки возьмут за атаку пистолетный второй и третий, тогда, конечно же, Na'Vi просядут. Просядут очень сильно. И тащить будет гораздо тяжелее. Форсбай. Напоследок Na'Vi постарается сделать все-таки 9-6. Да, тут нужно приложить максимум усилий, потому что в любом случае и так уже 5 раундов это неплохо в атаке, согласись. Но нужно по максимуму отыгрывать, потому что работа не сделана. Нужно вот потеть. Гетрич через пристройку. Там полетели смоки от Na'Vi. Чекаются абсолютно все позиции. Саша Костелев там проверил у нас красный контейнер. Там лежал смок, в котором мог находиться один из ниндзя. Ну и Гетрич, кстати, тень замечает. Это то, о чем ты говорил. Да, действительно, есть инфа по одному. Но Симпл, хороший выстрел по Форесту. Если не ошибаюсь, это была секретка. Но и уже опен фраг для Na'Vi. Симпл, конечно, играет очень хорошо. Постоянно какие-то киллы делает регулярно он в экшене. Но команда бы немножко подтянулась бы получше. Тогда бы все было бы вообще замечательно. Бомба выпала. Неплохо отыгрывает наконец-таки Флейме. Забирает Фриберга Экзиста. Na'Vi на Апленте. Но Гетрайт, Гетрайт на будке. Он сейчас всех убьет. Гетрайт фейлит. Слишком рано начал стрелять. Вот это да. Майки подошел уже в будку. Делает два минуса. И команда Na'Vi все-таки берет шестой. Это замечательный счет для рожденных побеждать. Они отбивают пятерик. И они знают, что сейчас в защите им вроде как будет играться немного легче. Но еще раз хочу заметить. Нужно брать пистолетный раунд. Потому что без пистолетки в защите играть абсолютно легко не станет. Ну вот знаешь, как-то по завесу этой половины Непы начали действовать довольно-таки пассивно. Как-то не было никакой инициативы. А если была, то точечно. Там Форест выйдет из секретки. Опять же без размена погибнет. То там еще кто-то отдастся. Ну и соответственно Гетрайт ничего не мог делать с большинством противников, которые выходили на точку А. Да и в принципе он там хорошо отмораживался на будке. Но его увидел Словак. Так что нужно было уже стрелять по нему. Но дело в том, что Словак тоже там парень не промах и действительно очень круто стреляет с дела. Ну что ж. Непы. Это их карта. Нюк. Игра в защите. Не самое лучшее на самом деле. Ужасный счет, если вот так вот рассуждать. Но в любом случае мы знаем, что шведы даже в атаке могут быть очень опасны. Потому что Na'Vi могут тоже играть очень закрыто. И соответственно Непы будут очень медленно пытаться расшатать их дефенс. На это стоит обратить внимание. Непы задумались только, что нам их показали. Явно это не тот счет, который они хотели сделать на карте Дынюк. Играя через улицу. Здесь у нас Симпл играет с Юспком. Старается отстреливать не Аимит в хедшот. Гардиан рядом. Теперь попытка номер два. Но прилетает Смок на ангар. И конечно же в этот Смок сделать какие-то киллы будет значительно тяжелее. Просто нашивают Смок. Получают тоже дэмэдж. Гардиан просел. Но Симпл отвечает за своего тиммейта. Фриберг минус. Ребята из них прошли в длинный. Чекают вентиляцию. Там у нас пока никого нету. Нави решили сыграть выбивание через вилку. Очень красный у нас Гардиан. Три хп всего лишь в Симпл тоже просел. Но фраг сделал. Это самое главное. Меньшенстве Непы будут отыгрывать. Флейми пока что просто отмораживаются на токсике. Это возможно центральная позиция в этом раунде. Симпл. Еще один минус на экзисте. Бомба потеряна. И оп, оп, оп. Нет. Все-таки патронов не хватает. 10 хп остается у Саши Костылева. Ну и бомба поставлена. Дальше ошибка от Гардиана, который красным погибает от Гетрича. Но немного там пробивает соперника. Оставляет ему 10 хп. А тот и так был в принципе битый. Ну и Форест тоже 16. Пытается там за дефолт и просто танцевать не получается. Симпл. Уже минус 3 в этом раунде. Майки Лели. Нужно от тебя какая-то работа. Нужно какие-то киллы уже оформлять. Потому что отмораживаться это не Мариан. И выпад на Эдварда. Пистол Кинг в деле. Дорогие друзья. Гетрич только одного с собой забирает. И Флейми тут же отвечает. Это пистолетка в пользу команды. Натус Винсера 7-9. И это уже очень интересно. А вот теперь победить на карте Денюк команде не будет очень тяжело. Потому что Нави берут все-таки пистолетный. И должны вроде как показать хороший уровень защиты. Но даже если они слабо играют Нюк, все равно Нюк карта защиты. И вроде как за КТ здесь можно брать очень много раундов. Ну не знаю. Смотрим дальше. Кстати, если Майки Лели сыграл все-таки получше и справился с Ваней Эдвардом, раунд бы уходил все-таки в копилку команды НИП. Поэтому этот раунд можно записать к фейлам новичка команды Нинджас и Пиджамас. Да уж. Ну и не потеряют уверенность. Ну зарядили Фореста. До зубов просто вооруженный и опасен. Патрик Линдберг. АК-47. Армур. Странное решение. Ну видишь, у остальных вообще ничего нет. То есть если Ворест прогибает, то даже некому действовать с этим АК. Ну посмотрим. Симпл действует через секретку. Собирает потихоньку информацию пиксель за пикселем. Но пока что нет никакой агрессии от Фореста. В любом случае Симпл мог его слышать. Тот прыгал на красный контейнер. Замечает одного. И АК-47 тут же не ожидал на самом деле. Да. Не ожидал. Один спалился с пистолетом. Второй просто с АК. И такой, опа. Нужно почесать теперь голову. Такого явно не ждал. Ну может быть от этого хотят оттолкнуться НИПы. Но странно все равно. Чтобы все играли без арморов просто с пистолетами. А один игрок играл с АК-47. Форест играет в ангаре. Замечает Гардиана. Снова хэдшот. Отлично. Это 4 в 3. У НИПов остается преимущество. Да. Это на самом деле проблема. Фрайберг все это время находится у нас перед скрипом. Возможно будет выпад на точку А. Там Сизм вместе с Эдвардом. Хорошая позиция на самом деле. И главное, что они очень пассивные. То есть выходящие соперники, ну скажем так, не прочитают их. Но в любом случае пока что не просматривается. Пристройка. Флейми. Хороший хэдшот по к Зисту. И ликвидирование капитана команды НИП у нас происходит как раз таки на секретке. И через пристройку будет врыв от Фореста. Единственного девайса команды НИП. Ну и Форест знает, что на будке любят сидеть оппоненты. Не знаю, заметили Лон Сизда. Скорее всего нет. Хорошая позиция. И Эдвард замечает у нас в мейн. Моментально Гитрайт делает свой килл. Мо падает сверху. Игрок к атаке. Патроны заканчиваются. Команда Нави берет еще один раунд. Отличная работа от Фореста. Сумел он все-таки неплохо разыграть со своим АК-47, которым он дропнул Гитрайт. На самом деле небольшим фейлом было то, что игрок команды НИП еще один мог взять девайс Гардена. И вроде как время было обойти, отойти. Ну и хотя бы в три мемочки. Калаш плюс две мочки поиграть. Или Фамас. Я не помню, что было у Словака. Но они захолдили перед мейном. И в итоге в два девайса отыгрывали НИПы. Взяли бы три. Может быть что-то довышло. Ну и снова бай. Снова бай от команды НИП. Довольно схожий. На раунд сейчас может получиться с первой половиной. Нави действительно так отыгрывались. Стена смоков. На ваших экранах действительно отточены дымовые завесы от команды NIP. Ну и медленный проходит по секретке. Какая ювелирная хаешка у нас летит под ноги. Майке Леле Фрайбергу 44 и 56 хеллспоинтов остается у этих ребят соответственно. Ну вот на секретку пройдут. А вот что дальше? Это уже интересно. Форест у нас тем временем на шефте заходит вниз. Тут его ждет Сист. Даже всю команду НИЧ за биджамо ждет Сист. Ну и естественно НИПы тоже должны ожидать этой позиции соперника. Там часто играет у нас КТшник. Но Сист пока не палится. Чикает просто ступеньки. Фрайберг заходит на тупике. Откидывает гранатки. Спускается НИПы. Майке моментально погибает. Также погибает Гзист. Отличная хорошая точка. НИПы кстати особо и не парились по поводу нее. И удалось Систу практически 3 кило сделать. Но Форест все-таки делает размены. Однако из Флейми он должен тоже забирать. Бомба падает. Пошла инфа. Гетрайт и Фрайберг должны тащить или нет? Без шансов кажется. Но в любом случае Гетрич убивает Флейми. Остается очень красный. Всего лишь 3 хп. 44 от Фрайберга. Он действует через вентиль. Там Симпл его замечает и просто не пропускает на эту позицию. Вот все-таки да погибает Саша. Но в любом случае в меньшинстве у нас Адам. Один на двоих против Эдварда Гардиана. 10 хп и нет бомбы на руках. Ну миссия практически невыполнима. Это 9-9. НИП. НИП смотрит. НИП. НИП. НИП Фрайберг погиб. 9-9. Слишком уж простой раунд для команды НАТО Свинсера. Почему простой? Потому что ассист подключился. То есть видно, что капитан заряжен. Он убивает. Делает минусы. Продимаживает, если даже не убивает. И соответственно потом уже для Флейми или другого любого игрока команды НАВИ очень легкие киллы. 9-9 это действительно временная ничья. И у НИПов сейчас абсолютно нет денег. Нет экономика. Она напала. Просто ну и сейчас будет вот только такой не дефолтный пистолетный бай. Понятно, что там будут диглы по 250 и игра через улицу. Или лево. Постараются сейчас просто повесить хэдшот. У нас игроки команды НИП. Каждый вроде как должен сыграть сильно индивидуально. И может быть что-то выйдет. Но НАВИ знает, что у соперников по сути ничего нет. И конечно же тоже должны на раскованной, уверенной игре налегке брать этот раунд. Симпл. Смотрит у нас скалу. Смотрит улицу. Пока никого не видит. Тем временем Фриберг. Вот собственно то, о чем я говорил. Удалось ему сделать минус. Удалось сделать второй минус. Просто Адам выходит сам через двери. И стягивает на себя двоих оппонентов. Получает НИП, конечно же, информацию. Знает, что где-то возле дверях соперник. Но Симпл заходит и на шифте отцеливает абсолютно всю команду. Гетрайт наконец-таки отвечает. И это 2 на 2. Есть дигл у Фореста. Форест видит верхний этаж. Заходит дальше на улицу. Но Гетрайт выходит непонятно зачем через двери. И все-таки умирает. Сист. Один. На апе ловит пат. Калинберга 10. 9. Но Адам постарался очень здорово. Да уж. На Фрайберг действительно молодец. Но как-то вот потом команда не разыгралась. Там, кстати, был интересный момент, когда скрип поджимал Симпл. Кзис туда пушил и как будто потерялся. Как будто не было инфы по Саше, который стрелял на железку по одному из команды NIP. Но в любом случае это были только пистолеты безарморные. 5 АК-47 сейчас в 20-м ранге. Ну и посмотрим. Пока что все хорошо для Na'Vi. 10.9. Ну, минимальное преимущество есть. Но нужно его дальше укреплять. И ни в коем случае нельзя расслабляться. Симпл чекает у нас двери. Именно там находятся игры команды NIP, которые, судя по всему, собираются быстро раскинуть точку A и выйти. Но за счет прошлого эка Na'Vi, кстати, извините, NIP могут разрушить экономику команды Na'Vi. И взять не только 10-й, но и 11-й раунд. Потому что придется ребятам из рожденных побеждать, сливать. Фриберг забирает Дениса Костина. Симпл играет у нас на нижнем этаже. Флейми пытается отселить бомбу. Но бомба ставится за реактором. И Флейми ее не замечает. Гитара этим временем забирает все-таки Флейми. Игорь Васильев погиб. И Na'Vi стоит задуматься о том, чтобы засейвить. Вот это реакция. Симпл. Какой же разворот под 90 градусов и моментальное лицо Форесту? Да, что в любом случае бомба поставлена. Здесь сейв от троицы богатырей команды Na'Vi. Эдвард, Гардиан, Симпл. Ну, Симпл так точно. В любом случае Гетрич выезжает там за Гардиан. Замечает его на своем респауне. Ну и сейчас будет просто пушить. Контровский респ, конечно же, хорошие позиции по Эдварду. Самое главное, что нет инфы, которые находятся там за погрузчиком. Ну и Гардиан тут, в принципе, сам будет справляться с Кристофером Алисундом. И, соответственно, три девайса будет у команды Na'Vi на следующий раунд. Да и так, на самом деле, была неплохая экономика, которая просела. Однако, и сейчас вот стоит задуматься над тем, чтобы выигрывать 20-й раунд. Потому что, опять же, 21-й, вернее, уже 20-й они проиграли. И Нипы сейчас, конечно же, зарядились немного уверенностью. Потому что до этого у них абсолютно ничего в атаке не получалось. Ну что, временная ничья, барабанная дробь. Кто кого. Na'Vi все-таки сделали, кстати, бай. Были у них деньги, кто-то засейвил. Все неплохо. Вторая армора есть. Команда Nip. Что предложат в этот раз? Команда Nip решила сыграть сейчас свой стандарт. Ну, стандарт, даже не свой, а стандарт многих команд. Постоянные эти смоки. И постоянный коридор гаражи через эти смоки. Прилетает Хаешка. В этот раз она не такая точная, как несколько раундов назад. Шифтят и проходят в длинный. Ну и будут разыгрывать раунд под Б, что ли? Да, так и будет. Там, в принципе, Симпл готов встречать своих оппонентов. Ну, будет ли поддержка у Саши, это вот вопрос. Но он и сам может справляться. В любом случае, гитрайт до сих пор там у нас находится на скале. Оп-оп-оп. Так можно и просматривать. Почему бы и нет? Кто не знал, скажем так. Ну и пока что у нас активные действия только от команды NAP, которая уже готова ворваться на точку B. Вентиле тут сейчас будут гореть огнем сражения. И Фрэй будет через длинный. Симпл там выгоняет. 85 хп у него остается. Тут же смок откидывается. Как же грамотно действует украинский игрок. И Фрайберг убивает просто Флейми, который был на перетяжке. Это уже проблема. Бомба у нас просто устанавливается в смоки. И там просто замечает ботинок своего соперника. Это Майкель Эли. Симпл тут же его убивает. Пока что 4 на 4. Но бомба потеряна. Непам нужно поспешить. Гардиан играет на вилке. Фрэйберг ловит все-таки Сашу Симпл. Гардиан забирает также Фореста. Ситуация 3 на 3. Бомба по-прежнему лежит у нас на пленте. Словак чекает себе спину. Там никого нет. Через длинный действует Гзист. Хотя нет, в спине у нас есть один из игроков команды НИП. И Словаку сейчас будет очень больно. Гетрайт обходит. Гетрайт обходит. Замечает дула. Видит Словака. Вешает хэдшот. И Гардиан упал. Увы. 1-3. Эдвард против Зиста. Фрэйберг и Гетрайта. Бомбу можно брать. Ее ставить желательно, конечно же, за контейнером. Потому что Эдвард все прекрасно увидит. И. И. Ой, какой же шанс был все-таки у Аньки. Найс страйк. Кстати, хотел немножко порофлить. Кто за девчонками из душевой кабинки подсматривал точно так же, как Саша Симпл из вентиляции в детстве? Ставьте плюсики. Ну, я вижу, что у нас есть ребята, которые вообще не знали, что так можно делать с вентилем на Аньке. Но в любом случае, фишки такие у нас просматриваются на эпицентре. Почему бы и нет? И действительно, этим нужно пользоваться. Не то, чтобы можно. Ну и что ж. 11-10. Нипы все-таки потихоньку возвращаются. Это 4К47. Маг десятка у Гетрича, который хочет фармить. В принципе, у него есть все для этого, потому что команда Na'Vi играет с пистолетами. Эдвард показывает нам свой прекрасный пистолет. Ну, а мы смотрим снова на раскидку. Два смока возле спуска вниз. Один смок на синий ящик. Ну, естественно, можно таким вот образом проходить. И Симплу смоки нипочем. Форест заметил своего соперника, но снова получает такой же хэдшот. У Фореста уже, наверное, зуб на Симпла, потому что Симпл его, помните, такой из будки выходил, с разворота повесил. И сейчас точно это похожий хэдшот тоже. Форест с одной стороны думает, все, я его убил. А тут, хоп, на последних секундах. Нет, увы, Форест, до свидания. Навивной 2 хп оставляет. Это дежавю действительно у нас. И есть опен для команды Навин. Но еще нужно очень много поработать в этом раунде, для того, чтобы забрать его в свой актив. Четыре игрока команды NAP. И сейчас просто вот Гетрич носится там нуле, пытается хоть кого-то забрать. И Флейми там читается с этой позиции. Уже Сист там в каком-то из раундов действовал довольно-таки успешно. Ну и Фрайберг делает выпады, делает минус. Четыре в четыре. Гардиан тоже палится на прицел к Макелеле, который не дорожит. Делает свой минус Майкель Билл. Ну и уже действительно бомба будет поставлена тяжело. Только на отходах нужно какие-то девайсы выбивать. Ну, где у нас находится сейчас Сист? Сист, походу же, в новой комнате стоит, нет? Или это на планете? Да, вот он Сист в новой комнате. Моментально забирает Макелеле. Но все-таки теперь он выдал свою позицию и о нем знает. Знает, что у него юспик. И, скорее всего, придут... Ну, не зарежут, конечно, но убьют из калаша. Эдвард моментально погибает. И вот он Сист. Его окружает. Сист живет. Жмут со всех сторон. Ну, тут без шансов. Эта комната прошивается. И, конечно же, отсюда не уйти. Максимум, что ты можешь делать, это вот такой один килл. И, конечно же, попрощаться. Итак, Женька. Женька пытается... Женька это менеджер команды Na'Vi. Пытается, видите, угомонить сейчас свой коллектив. Расслабить их как-то. Донести, наверное, то, что все хорошо, все под контролем. Просто давайте за Диффенс покажем свою игру. На самом деле, это абсолютно правильный, стопроцентный совет. Вы за Диффенс. Вы должны просто показать то, что вы тренировали. Анюк они тренировали и тренировали довольно много. Готовили, стопроцентов у нас Na'Vi. И даже несмотря на то, что раньше вообще не играли эту карту. Но, в любом случае, на этом чемпионате нужно было удивлять. И, в любом случае, они всех удивили, когда пикнули эту карту против Дигнитас. И сейчас тоже позволили Нипам выбрать именно эту арену для выяснения отношений между этими командами. Мега Ордеан действует через контейнеры. Пока что за ангаром. Замечает голову Фореста. Пока что без летального дэмэджа. И Фрайберг тут же наводится и убивает. И дело в том, что сейчас только Сист там делал первую смену. Еще одного Фореста убивают. Просто за красным ящиком с выхода у нас на Респе у себя действовал капитан команды Нату Свинцера. И это уже на самом деле неплохо. Гзист, Макелеле и Гетрайт остаются в меньшинстве. Майки, кстати, думают, что спину поджали. А спину никто не сжал. Гетрайт нам на крыше. Но, видимо, передает Кристоферу своему тиммейту, что мог кого-то пропустить. Собственно, поэтому они проверяют. Гзист в длинном спустился. Нужно проходить. Сист, кстати, не выходит с какой-то спауна. Но, судя по всему, там останется. Ну и вот сейчас будет развязка. Развязка заключается в том, убьет ли Александр Костылев ребят, спустившийся вниз. Или не убьет. Симпл. Погибает, погибает. Команда НИП начинает проходить дальше. Можно ставить бомбу, откинув ее, естественно, перед этим Смок. Кстати, Флеймис палился, потому что только что игрок атаки слышал, как он упал. Эдвард тоже в этой же позиции. Ой-ой-ой, не в доме вентиляции. Они выходят на точку Б. Ребята из команды НИПа ставили бомбу, уходят длинные. При этом Майки заходят в спину. И как же, ну, на ровном месте. Просто команда Нави отдает этот раунд. Очень здорово сыграл Сист. И взяли что-то... Ну, видно, что все-таки опыта мало. Ну, никакая бы команда не спустилась бы в твою вентиляцию. И начинала бы выходить просто через этот выход. И дав тем самым Майки Лелли заходить в спину. Вот он довольный. Дениса Костина никто в этом раунде действительно не поддержал. И тут моралька от Майки Лелли. Какие-то там кричалки между Гитрайтом. Отбиваются Петюни. И Брофист и все такое. Но в любом случае, все говорили о том, что, скорее всего, НИП выиграет карту Денюк. Но Нави-то борются. Все неплохо получалось. Все было хорошо. Ну, вот такие вот мини-моменты говорят о том, что, ну, где-то какая-то то минскоммуникация, то кто-то не попадает. И, соответственно, вот счет на табло, соответственно, выход команды НИП действительно на преимущество. Ну, тайм-аут. Нужно посмотреть, на самом деле, сейчас на команду Нави, в первую очередь, что они, как они сидят. Сашка нервничает. Старикс пытается что-то ребятам рассказать. Флейми, кстати, снял наушники. Пытается слушать его без каких-либо программ. Старик, кстати, на этом турнире может говорить всю игру, друзья. То есть, тупо координировать. Я считаю, на самом деле, этим надо пользоваться. Вообще, неважно, там, ESL, мажоры. Эпицентр – очень крутой турнир. 8 команд, полмиллиона долларов. Ну, глупо не пользоваться тем, чем ты можешь пользоваться в рамках хотя бы одного чемпионата. Ну, многие скажут, зачем надо тренироваться к будущим чемпионатам. Ну, блин, надо выигрывать вначале эпицентр и потом думать уже о будущих чемпионатах. Не знаю. Тут мнения могут разделиться. Тут действительно два лагеря может быть. Да, действительно, вот некоторые люди считают, что, ну, стоит придерживаться уже нового правила этого, для того, чтобы там потом уже не испытывать трудностей на следующих чемпионатах. Но также нужно, как говорится, жить здесь и сейчас. Вот сейчас у нас эпицентр, турнир на 500 тысяч долларов, и нужно действительно пропотеть. И нужно все для этого использовать. Вот весь арсенал, скажем так, который имеется у команды НАТО Свинцера. Ну, посмотрим. Действительно, тактическая пауза. Нужно обсудить, как же все-таки не то, чтобы даже выиграть. Его выиграть было бы неплохо, но взять по максимуму раунда тоже нужно. Да. Ну что, таймаут заканчивается. Нужно смотреть дальше за этой игрой. Интереснейший матч. Мы с тобой обсудили перед началом игры. Нави, еще раз говорю, даже если проиграет нюк, ничего страшного не произошло. Тем более, если они его проиграют с учетом 16-12 или 13. Они в любом случае на один раунд обходят сейчас нюк. После нюка будут нюк проигрывать на три раунда. Но при этом оверпасс это их стопроцентная карта. Если они выиграют оверпасс с учетом 16-8-7, тогда они все равно выходят, а нюк остаются за бортом эпицентра. Итак, пистолет у команды Нави против хорошего баятнипов. Да уж, и поджимка от Гетрича, который собирает инфу по противнику. И тут же загнали просто без шансов. Эдвард чекает также номер. Размена не последовала. Ну и Гетрич сейчас ошибается. И Дарик АК-47, который уже на самом деле вот в руках у СИЗ. Ну и посмотрим. Там просели абсолютно все, кроме Фореста, по хп. Майкель Эли. Какая ошибка. Маслина от Эдварда летит. Сразу же Фрайберг разменивается на Гардиане. Ну и в целом-то преимущество у команды Нави. Можно тащить. Нужно тащить. Да. Эдвард пытается повесить хэдшот в гараж. Тут у нас Фрайберг, кстати, просел. Гзист и Форест два стоп-хповых. Действуют ребята через длину. И Форест ловит СИЗ, который умирает на рампах. Но Флейми с ЦЗшкой, друзья. Флейми с ЦЗшкой. ЦЗшка в таких случаях. О, сильный пистолет. Ну как же так? Флейми погибает. Нужно было немножко ближе подойти к оппонентам. Позиция была не самая хорошая. И в итоге преимущество, которое было только что у команды Нави, они практически растеряли. Два в три. Симпл действует в вентиле. Замечает его Форест. Дает информацию. Саша все-таки сделал один килл. Но Фрайберг моментально наказывает. Форест разворачивается. И 14-10 в пользу НИП. Казалось, что НИП сейчас просто дарят. Дета-раунд, но не принимает подарок Нави. Действительно, все было очень хорошо. Симпл. 26 на 20. Ну, как же все-таки он хочет выиграть своих соперников. Ну, где-то вот не хватает, возможно, там Эдварда, Флейми, которые... Гардиан. Ну, и отыгрывает. Ну, и Гардиан на самом деле очень серый на этом нюке. Действительно, вот мало работает Словака. Ну, во всяком случае, это вот незаметно. Посмотрим. 25-й раунд. 5-й Каз, 47 от команды НИП. А ВП есть у Словака. И тут действительно ему уже нужно вступать в роль лидера своей команды. В этом плане нужно вести за собой. И нужно делать киллы на улице. Но это будет очень сложно, потому что каждый раз хорошая раскидка от НИП. Майки действует у нас в начале. Гардиан чекает улицу. Уходит на плюс. Смотрит дальше. Идет на рампы. Нет, на девятку решил подняться. НИП снова делает все точно так же. Экзист, чекает гаражи, там никого нету. Словак отошел, смотрит улицу. Но через улицу, наверное, уже никто проходить не будет, потому что смоки проходят. И, конечно же, те, кто должны были спуститься вниз, они пройдут. Хотя Фриберг, обратите, стоит возле пристройки. И все-таки, наверное, будут как-то на Апленд заходить нинча с пиджамас. Гардиан просматривает улицу, замечает локоть соперника, промахивается пока что. Второго тоже. Ну, не летит, так не летит, как говорится. Но тут же перетягивается на стекло. Ну, и дает инфу о том, что, возможно, уже прошли в секретку. Это уже может быть проблема. Но мы-то видим, что скопление большое до сих пор. Команды НИП на улице. И это, возможно, выход на точку А. Только один экзист прошел, кстати, в нижний план. А как же здесь, кстати, может лететь, если, по-моему, Гардиан первый раз берет АВП за нюк? Ну, может, за сторону, так точно. Или второй раз. То есть очень мало мы видели как раз-таки Словака именно с АВиком на этой позиции. В итоге снова выходит на улицу, погибает от Фореста. Абсолютно потратил свою жизнь в этом раунде бездарно. И минус. Гзист забирает симпл, а тем временем Фриберг чекает вентиляцию. Команда Нави, каждая умирает по одному. Эдвардс делает с Сиздом все-таки по одному кило, но Сизда тоже пришли. И 15-10 Нипы в шаге от победы. Просто по одному погибает. Действительно, рожденный побеждать. И неужели это конец карты до нюк? Ну, сейчас в любом случае будет бай последней надежды. Вот на АВП не хватит. Ну, и, скажем так, АВП не самым лучшим образом работал, даже когда оно было на руках у Словака. Так что сейчас упор идет на три Фамаса и два кольта. Не, ну просто непонятно. Я, может, что-то не понимаю, но действительно Гардиана с АВиком мы видели очень редко. То есть, если он играет без АВП, то окей, на нюке можно. Но если играть с АВП, то с самого начала нужно постоянно брать это оружие. Тут явно сказывается, ну, опять же, неопытность. Потому что нюк мало отыгрывают. И, естественно, на улице нужно знать и уметь играть. Знать точки. Гзист, точнее, с Симпл Сиздом делают по киллу. Гардан выходит из пристройки. Еще не все потеряно. Гетрайт забирает Ваню и Эдварда. Сист при этом делает размен. Два в четыре. Сист старается переследовать дальше пристройку. Тут его Гзист, товарищ Швеции. Ну, товарищ погиб. Гетрайт один четыре. Вышел на Аплэнд. Ловит... Нет, как раз его ловит Егор Васильев. Затопил по Флейме. Тут действительно хорошая реакция от Васильева. И килл последовал. 11, 15 и 4 матчпоинта нужно Нави отыгрывать. В защите на нюке вполне вероятно, на самом деле. Так что нужно попотеть. Нужно постараться сейчас рожденным побеждать. Для того, чтобы, возможно, мы с тобой вот увидели эти самые овертаймы, которые вот никак к нам на эпицентр не зайдут. Ну что? 5 АК 47 против вторых арморов и много раскидок. В ответ хороший бой от команды Нави. Не все потеряно, друзья. Нави в теории четыре раунда. Должны тащить, и тогда будут дополнительные. Кстати, дополнительные раунды по правилам эпицентра не учитываются при подсчетах. Поэтому, по сути, в 15-15 две команды выйдут в ноль. За нюк у Нави останется минус один, а у команды НИП останется минус два. Поэтому, опять же, ну тут неважно. То есть допы это идеальный вариант, даже если их проигрывать. Ну лучше, конечно, выиграть. Симпл моментально погибает. Ситуация 4 в 4. Флейме отвечает. Ребята, из команды Нави падают в вентиляцию. При этом хороший смог как раз-таки в вентиляцию положил Гитрайт. Ловит Сизда. Ох, минус Эдвардс. О, два вентиль. Что у них там? Медом намазано. Два вентиляция. Поехали. Десант от Вани и Флейме. Все потрачено. Гарден остается 1-4. Минус. Победа команды НИП. Поздравляем. Ребят, они теперь в плюсе. У них по статистике плюс, значит я говорил минус 2. Плюс 2. У Нави, естественно, минус 5 теперь. Но, опять же, все зависит от карты оверпасс. Я думаю, что наши аналитики сейчас вам быстро на блокноте посчитают, с каким счетом должна выиграть команда Нави на карте оверпасс, чтобы пройти. То есть победы теперь на оверпассе мало. Здесь нужно побеждать еще с определенным счетом, дорогие зрители. Это проблема. Действительно, нужно что-то сейчас придумывать. Действительно, каждый оверпасс. В который раз решающая между командами Нави и НИП именно эта арена. Но посмотрим. Пока что они тоже улыбнулись, но в любом случае понимают, что еще нужно оставить силу на следующий пик. Это выбор команды Нави, который, опять же, может как помочь, так и похоронить этот коллектив. Да, но на оверпассе они играли всегда круто. Должны показывать уверенный Counter-Strike. Я думаю, что все может получиться. Опять же, есть тренер команды, есть менеджер. Они должны донести до ребят простые истины. И, соответственно, в любом случае, смотрим сейчас студию аналитики. Лена с ребятами, еще раз говорю, вам расскажут, сколько раундов должны взять НИПы, чтобы пройти дальше. Ну а мы с Инканисом уходим на небольшую передышку.